Так, вопрос на приз. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что кто-то сможет ответить. Какая самая высокая гора, австралийская гора самая высокая? Еще варианты было? Не на территории Австралии, подсказка, а австралийская гора самая высокая. Значит, на территории Австралии, правильно сказали, самая высокая гора это Монт-Костюшкин. А на самом деле самая высокая гора не находится на территории Австралии. Есть остров, который называется остров Эрд. Он находится недалеко от Антарктиды. Этот остров передали Австралию около 20 лет назад. И высота зал высокой горы 2745 метров. Вот так вот. Я, в принципе, сам до недавнего времени этого не знал. А, кстати, кто про Костюшку сказал? Ребята, короче, остался последний приз, вопросов больше нет. Может, я уже сказала? Я уже принимаю ее руку. Все, всем призера сдали. Повторяйте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Взимать можно? Пробуют. Давайте, мы не попробовали еще. Давайте, ребята, что вопросы? Где вы взимаете? Продолжение следует... Правостороннее движение, значит, по другой стороне. На самом деле, многие все это просто обгоняют панику. Все очень просто. Когда вы садитесь в машину, у которой уже рули другой стороны, вы уже просто чисто ментально будете держаться уже совершенно другой стороны. То есть, вы будете понимать, что где руль, значит, там машины. Поначалу очень многим цепляют той стороной, то есть, ну, непривычно. Жмутся ближе к бордюру. Но это буквально день-два потом проходит. Хороший очень ориентир – это припаркованные машины. Когда вы видите, как машина припаркованная, вы просто припаркованной ориентируете. Потому что в Австралии официально запрещено парковаться на водоподвижение. Нельзя машину ставить, парни на парку. То есть, фактически, в течение недели, он полностью перестраивается и нормально ездит. Бывают какие-то экстренные ситуации, когда вот что-то на дороге не случается, бывает просто какие-то навстречки. Но это очень редко. В основном, неделя, полторы-две и никаких проблем. Я спрашивал в видео, в комментариях, что выгоднее. ЖКХ. В любом плане ЖКХ. Либо дом, либо квартира. Помню, что было так. Я просто потом потерялся. Ага. Потому что мне интересно. Выгодно в каком плане? В плане затрат? Затрат. Финансовом? И времени. Покупать или снимать? Времени и запрашивать. Покупать или снимать? Времени на что? Нет. На убор задержание. На покупку или на аренду? На аренду. Это все разные вещи. На покупку. Значит так. И бремени, он сказал. По времени в квартире, конечно, будете время тратить. Время, бремя. Обременение. Обременение в квартире жить проще. Но, кстати, это проще, вы должны платить. Вы платите за художественный лифт, при домовой территории. Вы платите за парковку. Если там есть бассейн, тренажер, какие-то там, не знаю, игровые кофты. Это все идет с вашего кармана. Вы об этом не заботитесь. Но за вас это делает кто-то, кто-то берет за это гораздо больше деньги, если бы вы это сделали сами, живя в своем доме. Но, когда вы живете в своем доме, это может быть дешевле. Но, опять же, вы должны ухаживать за преддомовой территорией. Крыша, подвалы. Это все ваше. Это не то, что квартиры и стены. Во времени в своем доме гораздо больше времени тратить. Особенно, если вы хотите содержать дом красиво и чисто, то один день в неделю у вас минимум просто уйдет на содержание. Потом какие-то мелочи, где-то что-то сломалось, поломалось. То есть, большинство наших людей, они у рукасты, они сами могут быть, друзья, не нанимают кого-то. Это опять требуется времени. Проще жить в квартире, но это дороже. И еще один большой нюанс, что когда вы покупаете дом, он гораздо лучше растет в цене, нежели чем квартира. То есть, если расчет инвестиций, на чем заработать, заработать его однозначно гораздо больше, чем на квартире. Австралийцы строят дома в России? Австралийцы строят не дома. Да, они покупают уже как бы, выбирают готовый план. Они могут сделать небольшие изменения. Но физически это сам дом построить не может. Заниматься строительством и вообще любой деятельностью в Австралии могут потрясить зеные специалисты. Если ты получишь лицензию билдера, пламера, электрика, ты это можешь все делать на части. Будешь строить дыр, как тыква в Чаполине. Это будет очень долго и очень-очень долго. А что выгоднее построить, либо купить уже готовый? Гораздо проще купить уже готовый дом. Новый, либо ушный. Но строить самому. Потом, если будешь строить дом, если ты сделаешь дом какой-то чисто под себя, какой-то свой оригинальный план, и ты его захочешь продать, тебе его продать будет гораздо тяжелее, чем какой-то стандарт австралийский. Баню поставить можно? Баню? Баню поставить можно, но смотря когда я баню. В зависимости от штата, даже не в зависимости от штата, а от консулатора, в каком месте вы живете, вам могут запретить, допустим, ставить камин. Вам могут запретить ставить баню, которая потребляет очень много электричества. Есть определенные нюансы, это надо согласовывать. Ограничения, да, короче. Но смысл ставить баню в Австралии мало. Там и так парюка. Еще вопрос. Можно? Вадим, а вот такой вопрос. Сколько времени вы уходите? Может быть, какие вы сидели над собой, чтобы почувствовать себя как в городе? То есть и вам, и вашей супруге. Что пришлось себе заменить, чтобы почувствовать себя? Я скажу так, что первый раз сказал, что я там дома, это после, наверное, четырех месяцев проживания, когда мы съездили с Сидней, ездили на гоупост, и когда мы возвратились обратно, я поймался на мысль, чтобы мы возвращаемся домой. Это было после четверти. Ничего в семье не меняли? Подожди. Это был его точку зрения. Не бойтесь, нету! А по-настоящему первый год там целый тяжелый, ребята. Много очень статистики, семьи разбудятся. Будьте готовы к тому. Первый год? Я просто первый год. Я честно... В ракет! В ракет! Он меня достал своим дебросняком. Потому что ты приезжаешь в страну, где у тебя нет друзей. Тебе нужно начинать все с нуля. Мужчин, самореализация. Просто оба основной. Обе комфорт. Да, какие-то друзья. Когда ты можешь реализовать твою привычную область, когда тебе нужно выйти из твоей комфортной зоны, что-то начинать и что-то искать, и у тебя не получается, естественно, потому что на работу требуется время, чтобы найти то, что тебе нравится. То есть это вообще просто общение между супругами, возможно, сойдет на метр. То есть это разные могут быть последствия. Я, куда-нибудь, даже с детьми. То есть, ну, естественно, будьте готовы. В принципе, девятьдесят. Мужчины, я вам скажу, улучшаются в Австралии. Женщины. Во-первых, вообще тенденция в Австралии. А женщины изначально хорошие. Наши. Когда ты приходишь на детскую площадку, там не женщины, там мужики с детьми. Особенно выходы, потому что у них единственная возможность попасть с детьми. И все же его выгоняют, ну, там все-таки дела делают, медикюрные, а мужик не будет гулять на площадке. То есть он улучшился. То есть... Когда выезжаете в Австралию, у вас помощи нет. Кроме того, как на себя, больше положиться не на кого. То есть если у вас семья, то она или укрепится, или вы нафиг разведетесь. То есть вот эти две варианты. Больше явно. Я согласна. Потому что решается на угодно. Да. Я еще потом дополню на это. То есть самое. Если есть какая-то любовь, если вы понимаете, то есть просто терпение нужно, досрочное терпение, чтобы вот это вот все построить. Но когда вот это есть, и каждый проходит изменения. Да, конечно. То есть... Вот. Но он решал. Оконюсь. 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 Докопати многогранный человек. Он прошел барабаны, машины, у него увлечения, да фига всяких. То есть закончил сейчас видеоблогерство. Еще нет предела. Я только поощряю. Потому что считаю... Это страшное слово. Закончил с видеоблогерством. Да, он экономит. Я считаю, что мужчине должно быть хобби. Иначе они просто выведут мозг. Поэтому я счастлив, что он занимается своим телом. Он счастлив. У меня как бы я... У меня свои как бы тоже увлечения. И дети, и семья. И мы с ними просто находим время встречаться. У нас в воскресенье семейный день, когда мы все можем поехать куда-то с детьми побыть. И тоже считаю важным. Предпределение какого-то времени вот это рабочее, и семейное время должно быть. Какой-то баланс. У нас была семья. Ну вот это наша семья. А рабочее время там так ровно? Смотри, Ольга. Я работала и на полную ставку. Теперь работаю 3 дня. К рабочему темноту. Матери, у которых есть деньги. И вообще, ну, к женщинам. А если... ...пунктайм, как бы, один год или там больше, у тебя сложились отношения нормальной работы. Там всегда идут навстречу, и всегда тебе дают ну славу. Три дня уже как квартайм работы запуск. Вот. Я сейчас работаю три дня в неделю. Я включаю какой-то. То есть, показатель, недовыкладатель. А льготы есть у вас? Что? А льготы есть у вас? А льготы только распространяются, как CentralLink, только до определенного дохода совокупного. Валя, не хочешь только доходов? Я просто не помню. Ой, там все... 120 тысяч или что-то такое было. 150 тысяч. То есть, тебе будет там... Ты можешь получать эти льготы там, еженедельно, ежемесячно, или ламп сан в конце года. Мы, как бы, полная сумма ламп сан, да. То есть, мы, как бы, забили. Потому что, если ты... Они теперь оплатят в течение года, то тебе нужно вернуть в конце финансового года. Мне это не устраивает, как бы, мне эти деньги, как бы, эти 100 долларов. Знаете? А потом придется вернуть. То есть, я всегда делаю в конце года по результату твоего дохода. Финансовый год заканчивается 30 июня. Это когда до конца октября ты должен дать налоговую декларацию о своих доходах. И там же ты можешь заклеивать, или, по-моему, сказать, доверить, да, полностью, вот, заявить о твоих доходах и детских вот этого пособия. То есть, тебе выплачивают этот централинг то, что ты по итогу года должен получить, какую-нибудь копейку покупать. Если у тебя просто покупать. А как можно там родить ребенок? Да. Родить ребенок, он уже сразу. Да. У него австралиста. В то же время у тебя может быть и российским гражданом, и ростанином. Потому что мама или папа там русские. То есть, ты получаешь австралийское свидетельство, оно тебе приходит там в течение двух лет, трех недель, друг говоря, по почте. После того, как ты документ отошла. Потом ты с него доверяешь, ставишь августик. То есть, приход на язык. Идешь с ним в посольство. И тебе там, в течение какого-то время, быстро, делал паспорта. Вот за грамм паспора. Какой-то ребенок. Все это очень просто отправляют. Сюда сидеть в граждане. И какие-то посольные тоже выплачивают. И российские посольные абсолютно не знаю. Я ничего не получала никогда. Только материнский капитал получила. Ну, не получила, в смысле заявила. Бумажка лежит. Какая-то бумажка появляется? Нет. После второго, после третьего. Они выплачивают? Ну, там декретные. Да. Кстати, декретные там выплачивают сейчас. У тебя есть выбор. С декретным или тебе платят первые 12 недель минималку. То есть, где-то примерно 500 долларов в неделю. Вот. Или лампу. Ну, опять, одной сухой. По-моему, эти, что меньше получаете, если они тебе разбивали в течение 20 недель. Напомню, они еще что-то такое. То есть, лучше, когда они тебе каждую неделю платят. Но, при том условие, что ты, естественно, до этого работаешь. А, по-моему, минимум 24 часа в неделю, считайте. Вообще, минимум лучше работать 24 часа. А потом? Ну, тогда дельфодка идёт. А потом? Ну, 12 недель. У меня, по-моему, вариантов, 3 месяца. 3 месяца. А потом? У тебя вариант. Ходить на работу. У нас детей. У нас сзади. У нас 12 недель принимают. Пожалуйста, сзади. И что я делала? Я сцеживалась на работе каждые 2 часа. То есть, на работнике она это смотрит абсолютно нормально. Я прямо на кухне там поворачивалась. Мне было хобби на всех остальных. Между рабочими так передвинули. На это смотрят как саленки. Нормально. В холодильнике уставишь путылки. И идёшь дальше работать. И так вот постоянно у тебя вот этот круговорот. У тебя замороженное молоко. И там даёшь это в санде. Мороженое молоко. А как с медициной? А? С медициной? Да. С медициной всё отлично. У нас как фирменный трезер у вас полагается медикея. Так же как и граждане. У вас такие же одинаковые права. В принципе, те терапевты, которые участвуют, что HPA называется, есть в Балкбелин сервис, который, что это означает? Что это бесплатно покрывается вот эта медицинская страховка. Просто надо быть осторожным, смотреть вот эти медицинские центры, где есть Балкбелин. Разница между терапевтами особенная. Потому что все они нормальные профессиональные люди. и, естественно, тебе дадут рецепты на антибиосики, или что-то тебе скажут, что делать. А это лечение? Нет, это только терапевт. Участков. То есть какие-то там простуды, что-то основное заходит. Но терапевт – это первая инстанция, когда вы идёте, если что-то с вами случилось. Если вам нужны специалисты, они вам должны направления дать. И тогда вот начинаются вот эти деньги. Потому что специалисты, они стоят денег. То есть там эндокринолог какой-нибудь или там кардиолог. Во-первых, то, что ты можешь вписаться в какой-то, кто не знает, какой-нибудь бейтинг период. То есть тебе надо найти, когда там он свободен, там, в течение месяца или поля лет полотен. В зависимости от ситуации, я думаю. Если что-то... У нас бывает полотен. В зависимости от ситуации. Опять же, если какая-то больница государственная, если какая-то платная, то ведь меньше можно, то больше заплатишь. А Медикея покрывает стоимость, это какого-то потечения, то 200 долларов заплачут, там тебе крутят 70 долларов, остальное стоят карманы. Сколько? Никуда нет еще. Долларов 70-30 стоят карманы. Ну, примерно. Это куплирует. Долларов 40% на все платья, остальное тебе придется покрыть. Я надеюсь, что резко такое произойдет в своем, поэтому лучше не происходило. А дети, в принципе, до 18 лет, по-моему, там спокойно, относительно бесплатно. Педиатрия, да? Это все наши специалисты. Ну, вот первый год жизни, например, ребенок. Да. Там интересный у них сервис. Да, прививки. У нас всегда прививок есть. До 4 лет, там. 4 года заканчивается. Там, по-моему, 0 там, 2,4,6, 12, 2,5 года и 4. И у них совсем разные, как здесь. То есть, туберкулеза у них не существует вообще. То есть, никакой реакции ванту там нафиг не уперст. Мне так странно было. Как мы там сделали в СЖ? Так, а что прививают? Ну, вот этот вот полиомиелит, вот этот вот, тройной, вот этот, тубтериэты. Есть у них то же самое. У меня ненково какой-то у них есть. Как раз муха прививают, а бедрянки прививают у них. А если привалили? Привалили. Нет, по-моему. Да, ну, просто справка нужна, да. Я, кстати, когда я переезжала, я прямо ходила в нашу центральную плитвинку, просила, прямо не выписку прививок делали, Там, как-то заведующий ходил. То есть, она прямо, мы знаем, она плитиком писала мне. То есть, они обязательно ездят при приезде. Если вот у детей есть, прямо зайдите и запишите, какие прививки у них есть. Потому что это нужно. А с никого? Ну, вот сертификат, они прямо по-английски или там по-латински пишут это название вам. И вам там у нас было. А лекарства по рецепту? А? А лекарства по каким-то сей? Все антибиотики по рецептам, однозначно. То есть, там не фурош, ничего. Нет. Самой везите. Поэтому мы здесь покупаем антибиотики, отлично, да? Мы покупаем всегда антибиотики. Мы никогда не декларировали, не противно или нет. Ну нет, можно, но это просто оказывать надо, что такое там сидеть. Немного не так. Значит, надо декларировать только определенные виды пилют, которые, ну, фактически относятся либо к антибиотикам, либо к наркотическим. На антибиотики, на простые таблетки. В принципе, антибиотики могут придраться, но никогда не придраться. Вадим, а между Брисбаном и Сиднеем климат, как вы ощущаете? Лучше, хуже? Вот переехали сейчас. Холоднее, Брисбан более средний, но главное. Ну а вам понравилось, что больше? Сиднеем. Не жарче? Самые не влажные, Адалаиды, потом Брис, Сидней, а в том же Брисбан. А очень жарко, вы сказали, где? А Камберой тоже. Адалаиды там жарко, сухо, сухо, сухо. В Камбере тоже очень хорошо. А в Камбере это прохлада, например, но там у них даже березки, но у них... это самое главное. А Сидуковский, а в Сиднехаранх? А Дмитрий. Сидней в Нежных горах? И с Сидней в Нежных горах у этого 2-4 часа. Давай ребята, Наташки, вопросы задавайте пожалуйста сейчас. Как ребенок получает гражданство если он родился от нас свежего наехавшего? Что? Как ребенок получает гражданство если он родился в Австралии он сразу становится австралийским гражданинством. А если у вас перминать 3 санции есть.. Любой человек, кто в Австралии родился становится австралийским, поэтому на поздних сроках беременности на самолеты их не сажают. Они не хотят, поэтому мы там часто приезжаем, потому что у нас только внуки для них, то есть единственные и поэтому часто их приезжают. Как надолго можно родителей привезти? От 3 до 6 месяцев, но родители не должны оставаться в Австралии дольше, чем в стране, допустим, из России. Скажем, если родитель прожил в Австралии год и в России год, потом они будут, как сказать, в России будет дольше, чем в Австралии. Это причина для отказа. А так обычно 3 месяца, 6 месяцев. Перевезти родителей очень долго, очень дорого, а значит официальная очередь допустим 5 лет. Неофициальная доплата, то есть доплачивать это все равно будет лет 5. И стоимость будет около 100 тысяч. А что значит, что очередь будет? Это вот количество обращений, которые... Ребят, давайте Наташу тоже вопросы. Женские вопросы. Давайте женские, я тяну наконец, все мужские, а потом одежда. О, слушайте одежда, везите все платья отсюда, там вообще мы, да, ухаловая. Я сюда приезжаю вечно, привожу платья, а мне все спрашивают, откуда у тебя такие платья, я боже, как ты не видишь. Вот, поэтому привозите какой-нибудь самый бот. Потому что там все такое, очень гляжу, все простое. Очень никто не заморачивает, все так в тренинг уходят, просто пижамы, может, делают, но работа в зависимости где работаешь. Я, например, в униформе, мне поэтому как-то униформа у меня. А так, ну, если ты бизнес, губка, леди, там, или просто бухгалтера, то, естественно, там, где ты работаешь, дресс-код, там можно приличный магазин, а тут митя оденится. Вот, ну, такой, стандартный, там, карандаш, юбки, и все-таки, в чем здесь одется или там, где-то, да, ну, смотри, вот за камень, вот, теловая куск, там, ну, я вот, теловой платье, ко мне, что там по 100-200 долларов, это 49-й нож, например, я попробую, да, вот здесь, наверное, здесь можно больше, на макарстве одеться, потому что стиль точно, немного, немножко, и в женстве, на кипах, в чем-то, Ну слушай, русская девочка, она со мной 2 часа синий, ну 2 часа, аппаратный, муникурный, знаешь, а здесь полчаса блюдной, так быстро, как теплофортируют, и то у тебя ногти красиво будут, но как за полчаса. Косметика, так, я сейчас через Россию тоже привожу постоянно, а корейская? Корейская, опять же, это онлайн, онлайн, магазин, там написала корейские штучки, там на Facebook можно посмотреть, советую, все это привозят через Абазон, или через Абазон. Корейские сайты, там можно спросить вопросы прямо на месте. Корейские есть магазины, есть, но и сфри, я там не видела, но такие вот разные, ну, мешают. Первый вопрос, да? Первый вопрос, собирается в корейской армии, что вы имеете в состоянии? Самые девочки, вопрос. И второй вопрос, то что, вот у меня есть специальность, она должна быть прямо такая же профессия на вот эту литию? Если агент написал, я с агентом спорте, потому что агентом иногда раздумывается. Я вообще начинала, не бойтесь, начинай с чего-то. Local experience просто ничто. И вас никто не возьмет. Я начинала вообще как посадомойка. После того, как я была здесь, начальником отдела снабжения в Минвесофабрике. Минвесо-комбинат. 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 Там есть более активно язычный, чем даже австралы понимают. Ты просто работаешь сам и делаешь прибыль. А, сейчас скажу. Я не хочу быть менеджером. Менеджером — это у наших владельцев управляющих. Мне нафиг не нужны люди. Расскажи, как ты была. У нас был митинг, каждый месяц я рыдал, что за моей спиной что-то про меня говорил, какая я плохая. Хотя в глазах мне все так погывались. И в России. Мне это не нравилось. Я люблю лучше своих клиентов. Они намного больше денег сделают, чем время потеряют с ними. Знаешь, эти слюни, потом они выпьют через два месяца. Мне это все на пол вообще. Вот. Так, сейчас как же у меня называется? Travel Consultants? Так, называется Travel Consultants. Cine Ultra. Потому что я уже восемь лет работаю. Это продажа в футболах, правильно? Продажа в футболах? Ну да, это продажа в футболах. Все мы продаем вокруг света. Разные путешествия. И люди ездят в Антарктиду к ней в путешествия. Вообще в России. То есть и в мире Австралы ездят вообще. В России. Многие путешествия. То есть, если в России там очень узко специализировано. Там в основном какие-нибудь Турции, Европа, там знаешь, колеси немножко. То Австралы ездят вообще везде. Поэтому очень интересно. Кругозу развиваются. Сам узнаешь разные, ну, отправления. Как вот ты делаешь. Это прям. Да, где ты в комнату донишь. Что там, сколько первых. Что там делать. То есть, ты уже по ходу обучаешься. То есть, вот чем и хорошо вот эту профессию, что ты достаточно новую узнаешь. Можно задавать? Абсолютно нет. Он не может улучшить. Давай. Наташа. Вот по поводу, он не может быть, умасять? Ну, пап, нет. Есть какие-то. Разве у вас в стране, дедские какие-то? Можно ли найти место, где пьет по поводу? Именно Аналифа говорит, да? Да. Абсолютно нет. Да, у нас там утрожье есть такие, абсолютно нет. У нас в фото учитывать, Это своего рода развитая инфраструктура для учиться в регионах. Я не знаю, это исключение или нет? Давайте, когда мы сюда летели, летела с австралийцев, причем он летел сюда, скажем, в Москву. Я как раз спросил, есть ли катки в Фрисболе? Есть два замечательных катка и там занимаются хоккейные команды. Он развит, но, конечно, не настолько развит, как в Канаде. Но фигурные катания там тоже развитые, на этих крыльях как-то... Второй вопрос. Система поиска работы, смотрите. Если начинать поиск работы в России, переписываться честно, корректно ли в России потенциальные показатели? Какой для тебя другой? Это не будет не некорректно, но это дело совершенно не работает. Работодатели работают не только с теми, кто уже практически в Австралии и живет желательно недалеко. Ну, например, со своей точки зрения считаешь, что нужно тебе, да? Если он тебе даст, как вы можете... Кстати, вот, большинство, практически все объявления о работе, внизу приписка. Значит, сыскатель должен иметь соответствующую визу для того, чтобы обращаться на эту работу. То есть, фактически, у тебя либо должны быть рабочие визы, и ты должен находиться здесь, в Австралии. Для них это просто бумага. Для них это не так. Нет, 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 это очень серьезно. Потому что все вот эти отношения, они официальные, и ты можешь подать. А вот мне обещали, а он меня... Да, да, да. Будет, ребят, кстати, будет образовательная выставка и в Москве, и в Питере, и всех, кто из Питера. Я не помню, где это, где это конкретно будет, но там будут агенты. Там будет очережка с чемпутом, который мы сделали в видео. Вот все вопросы по эмиграции, спрашивайте у него. Он вам ответит просто вот так. Отставит бесплатно. Так, ну чё? Знаете, начало немного забавлю по разводам. По разводам. Очень важная тема, на самом деле. Пока наташь не заведу, да? А может, это жила или другие? Не терапия. Когда люди приезжают в Австралию, если есть какие-то проблемы в браке, они там просто все очень высвечиваются. Поэтому очень многие вот ребят, кто задает вопросы, а вот я хочу ехать, а моя супруга против. Или супруга говорит, а вот я хочу, а муж есть, как-то не очень. Я всем отвечаю. Вы сначала все эти вопросы должны ответить до переезда. Потому что если вы переедете и это дело все не утрясете, то брак может просто развалиться. Бывают случаи, я бы сказал, наверное, может процентов 10, которые переезжают. Браки разваливаются, один из супругов уезжает обратно. Очень часто это женщина, потому что многие девушки работали где-то в министрации, занимаются какие-то высокие позиции социальные. Они приезжают в Австралию и они никто. То есть им тяжело найти работу. Муж работает или ищет работу. Ну а ей что думать себе. Тем более, если я в детши селицу где-то далеко в каких-то там, ну, где-то на задворке в больших городах. А надо посетить неделю, грену, те же пальмы, те же супруга и все это навлекать буквально за 3 месяца. И буквально возвращать соображение. То есть все эти вот эти вопросы какие-то внутри семьи, это надо решать еще до того. Спасибо. А у вас супруга одинаковые языка был при переезде? С супругой одинаковые или как вы потом выровнялись? Супругу официально я сдал Альфу лучше, чем она. Но она не боялась делать ошибок. А я вообще не готовилась. Вообще. Я хорошо закончила школу. Она закончила школу с золотой медалью. У меня английский был очень такой против. Значит, я долгое время просто боялся говорить по-английски. Боялся сделать ошибку. Это моя была очень большая проблема. Как любой человек в принципе. Она не боялась. Она слушает сразу раз, вверх. Ну, подумаешь, ну, посмеялись. Вместе посмеялись. Я специально потом, некоторое время я работал в автопродаже. Ну, для того, чтобы чуть-чуть свой язык. У кого быстрее барьер сломался? У детей. Это понятно. Это понятно, что есть. Это зависит, наверное, от психологии. Есть человек экстраверст, но мы должны это поручить. Есть человек экстраверст, но он будет с собой больше работать. Это зависит от характера. Женщины, они более общительные. Они гораздо быстрее через всякие соцсети, фэсбуки находят подружек и начинают общаться. Мужчина больше тратит времени на работу, на достаток. Наташа сказала очень важная реализация. Почему так? Многие проходят через определенные комплексы, трудности. Ну, мне кажется, мужчинам ехать сложнее. После того, как после круга первому ехать. Первому надо ехать основному, извините, с которым быстрее найдет работу. Давайте попробуем. По поводу, когда вы знаете, что работают, если едет на Австралии, на что сложно вы даете? На, скажем, паспикацию, строительство, то есть... Бумажки для австралийцев не имеют никакого значения. Есть компании, которые ради формальности попросят делать скампы, но австралийцев и работодатели, им главный опыт. Вот что ты сможешь сделать? А возраст играет? Возраст играет? Возраст, я бы не сказал. Может быть, когда возраст уже за 50, за 60 может быть. Я не сталкивался. Но официально в Австралии не поломатился. Неофициально? Неофициально? Я бы не сказал, что людей в пожилом возрасте от футболи. Я видел много случаев, когда принимали уже людей в возрасте в 50, сотрудников, хороших родственников. Так, сейчас погодите. Скажите мне, квалификация международная по дипломам что есть? Имеете свой диплом или имеете свой диплом с квалификацией с дипломом, что складываясь? По авиации, я скажу, это непростое дело, потому что все, кто работает в авиации, связаны как технику с определенной лицензией. Я могу рассказать. Я не скажу, что это невозможно, но это тяжело, просто. А если бы у вас был выбор, допустим, остаться в мегаполисе, в России, к примеру, Москва, Витер, или у вас была бы возможность только переехать в Риджинал Австралию? То есть, к примеру, я по своей профессии могу только в Риджинал Австралию показывать переехать. То есть, либо Дарвин, либо Аделаида, то есть, ну, рядом я имею это. Что бы вы выбрали? Определенный Риджинал Австралия. Проживаешь два года, приезжаешь куда хочешь. Даже если 489-я виза, то что? А по 489-й точно, я сейчас не скажу, но все равно в Австралии даже поправиться жить лучше. Но потом, есть некоторые замечания, если ты очень хочешь такую социальную такую жизнь, то есть, без трусов, ни там жить не можешь, то в деревне, конечно, лучше не ехать. Вот. Но если ты думаешь как бы на будущее, там, строишь планы на следующие 5 или 10 лет, то проживешь в Австралии даже где-то в регионе, потом перед тобой открылась. Потому что это даже если, даже по какой-то там самой захудалой весе ты как-то зацепишься, правильно? У тебя будет рабочий опыт, который впоследствии тебя послужит под хорошими балками для того, чтобы получить уже резидент. Просто я боюсь, что поменяются правила, пока я там, допустим, 4 года проживу, и типа это будет зря. Правила меняются, они каждый раз усложняются. Но если у тебя будет уже местный опыт, то будет гораздо легче преодолеть даже следующий смысл. Так, давайте мы сначала вот здесь, а потом туда пойдем. Вот так вот. Так, вверх. Сначала сверху. Один вопрос очень важный для всех. Давай. Про близкие. Дай, пожалуйста, советы. Как лучше, ну, то есть, дать именно экзамен антик, потому что это для всех вам присутствующих. Лучше бы самый лучший совет, давай пить и ездить. Так. Что касается Айлса. Айлс это тест для обезьян. Айлс это тест для обезьян. Айлс это тест для обезьян. Обезьян можно сдать, преподавать на английском. Ну давай. Нет, это бизнес. Короче, чтобы сдать Айлс, надо конкретно готовиться к Айлс за скину полгода. Сейчас смотрим тестов, аудио и тренировать письмо. В общем, короче. Только в общем задалбливать, именно тест ставим задачи. Именно, да. Потому что большая вероятность, что вопросы унициально попадут. Так, все, поехали. Пожалуйста, я срежу, вы сами просто не заболели, потом еще раз дает, накладываешь, да? Да, да. Да, да. Скажи, да. А? Что поменяется? Я сейчас не скажу. Вот, что-то в районе 300 долларов. В Астралии не так важно образование, как это, где вы выучились. Главный опыт. Если вы умеете работать, если вы сможете показать, что вы можете выполнять эту работу, где вы учились, никого обзорить. А не на СИГе вы в АСИ пишите, что я не знаю, как в СПЛИНОПОЖЕНИЕ? Как таковой стаж, иногда в объявительской работе пишут, что минимальный стаж такой. Если нет минимального стажа, то вы понимаете, что хотя бы год. Я взяла. И последний вопрос. Как вы можете сделать? Вы работаете с международной компанией, в списке ЯУА, с работой в Москве, и по этой семье, и по эмциям, и по этой семье? Да. Перевод. Если вы будете работать там, как у вас расистик или в какой-то другой компании, все равно будете россиянин, и там будет все равно опеча права. Законится контракт, возвращайтесь обратно в Лангут. Даже международной. Если хотите зацепиться в Австралии, надо проходить через процесс эмиграции, получение совместных визов и потом резиденцию гражданства. Есть канал Валерия. А можно так в другую степень? Тогда это делается работодатель, делает как бы спонсорскую визу. Не, она прям нормальный визу оборудовала и сказал... Нормальный какой визу? Это она сама сделала. Вот опять эмиграция. Это опять процесс эмиграции. А здесь вопрос, что если ты работаешь в филиале какой-то компании? Это как командировка? Зато она работу сразу нашла. Она работу не сможет найти до тех пор, пока она не будет иметь на руках соответствующий визу. Когда ты работаешь на филиале, то кто? Обычный. Обычный. Так, давайте еще сверху. Вадим, а можно в сторону чуть-чуть? Вот с Петровым война у вас блогерская была. Соль. Кто начал и что преследовал он? Это пускай останется за кадром. Эти, знаете, мне просто не хочется, чтобы это опять все за... Ну, в двух словах просто. В двух словах мы поменялись. Зависть или что? И теперь Петров снимает своим делом. Я снимаю своим делом. Мы никак друг другу не мешали. Ну, то есть какая конкуренция у вас была или что? Нет, конкуренции никакой не было. Один человек говорил мне о том, Петрову говорил совершенно другой. В общем, мы друг в друге видели козла. Козел, на самом деле, был посредник. Терпающий вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот какой есть саппорт у детей первого, второго класса, которые приезжают, они сразу в эту среду в школьную попадают? Да. Или с ними работают отдельно? Они сразу попадают в среду в школьную. Я не буду говорить. Возможно, есть какие-то подготовительные, какие-то курсы, на них опять стоит денег. Поэтому лучше приезжать в те районы, где больше миграции. Тогда здесь гораздо проще влиться именно в саппорт. Дети вливаются очень просто. Не беспокойтесь о детях. Дети, им буквально надо несколько недель, несколько месяцев, и все будет в порядке. Вам больше придется беспокойтесь. Они не в русском языке вообще. Они очень быстро все схватывают. Но они не забавят русский язык? Нет, они не схватывают. Да. Правильно я вас понял. Молодым специалистам, которые сейчас, например, вот даже студенты на 4-5 курсе, им желательно здесь поработать 3-5 лет и с опытом уже ехать, собственно говоря, за границей. Да. Желательно наработать опыт здесь. Там будет гораздо больше шансов устроиться. Но опять надо смотреть паритет. Что вы говорите? Работать здесь или уже найти работу, работать там? А опыт-то там на местном, тут учитывается там этот опыт? Как-то сказывается или нет? Они все равно, вы говорите, нужен местный. Для австралийцев не важно, как долго вы работаете, как курс. Важно, сможете ли вы выполнять обязанности, на которой у вас есть? А еще касательно по специальности. Вот мой друг, он инженер-энергетик, он на 4-ом курсе, как и я. А я экономист в сфере таможенного дела. То есть эти специальности, они там более-менее котируются? Да. Приблизительно. У меня дочка работает в таможне. Она устроена. Но она, как бы, заходится в австралийскую школу, затем уже другой вопрос. Возможно устроиться, да. Да, просто, если сравнить, например, те же самые заработные платы в Австралии. На заработные платы вы даже можете, по началу даже не думать. То есть вам главное эти работы. Зацепиться, а потом уже. Если у вас там будет, например, на 45-50 тысяч, лучше согласаться, не соглашаться, но зарабатывать опыт после царя. Экспириенс, спасибо. У нас родственники живут в Сиднее, да. И многие австралийцы, то есть они, ну, когда зимой, когда у вас зима, да, они там шапки спят, ходят, да. То есть насколько дорого вообще вот сделать, чтобы дома было тепло? Ну, то есть... Отопление установить? Да. Или, допустим, там, люди, которые имеют более дорогие дома, допустим. Бывает у них там теплый пол. Ну, можно сказать, стоимость примерно будет разница, скажем, с 500 долларов за три месяца. Либо хорошо отдаваться, либо не отдаваться. Вот такой вопрос. 500 долларов за три месяца. За три месяца. Ну, там, электричество. Ну, там, электричество. Ну, для австралийцев небольшой напряг и много полетов. Поэтому делаем сейчас. Какой раз можно рассчитывать после устройства на работу? Ну, то есть развитие по карьерам или... А какой вопрос? Вообще зависит от тебя, насколько себя проявит. Если у тебя есть хороший лидерский качество, если сможешь соорганизовать людей, мотивировать тебя, тогда вполне возможно пойдет какой-то карьерный работ. Ну, опять, это зависит, все зависит от тебя. Там нет такого, вот ты отсидел там пять лет и тебя так не продвигаешь. Ну, значит, это не бывает. И по зарплате тоже, да? А? По зарплате тоже. А зарплаты все обговариваются индивидуально. В некоторых компаниях есть как бы система бонусов или система каких-то доплат за определенную выставку лет, но в основном это все индивидуально. Есть причины, что на рынке твоя специальность оплачивается гораздо лучше, а теперь с яхтами не доплачивают, а ты встречаешь, а ты говоришь, давайте пересмотрим. И все это делать в таком индивидуальном порядке. Никто не знает, сколько зарабатывает твой сосед. Он может делать гораздо лучше, он может получать в два раза меньше. Может быть так же и все там дружно калачит, на зарплате будет в два раза больше. Никто никому в карман не лезет, поэтому в Австралии нет такого, что вот, зависть какая-то. Просто никто ничего не знает. И в Австралии иногда уезжают в Америку, тем, которым хочется активной жизни. в Австралии. Тяжело. С домашним жильем снять тяжело. Особенно если животное большое, то есть... с котом еще можно. Потому что, когда вы снимаете жилье, надо сразу спросить, как они, как местных раскладов, носят тогда ваших животных. То есть, как у вас в Австралии. А я бы сказал, наверное, процентов 20 только. И всех 25. Значит, оставляют его знакомым. А у нас получилось так, что знакомы вроде бы сказали, что останки, а потом ни в кое-как правила сбились. Я больше не нашел. Есть люди, которые занимаются профессионально. Есть специальные промстанции, то есть официальные, где животные могут знать, как за ними присматривают, ухаживают. Есть люди, которые на частной основе берут просто эту денечку, у них там большая территория. Они берут одного или двух животных за ним, тоже присматривают. Есть сервис, люди, которые приходят к вам домой, вы можете оставить там собаку или кота дома, если у вас не квартира. Ну, есть животные, которые могут гулять. Они могут прийти, убрать за ним, поить, выгулить. Но это опять за ваши деньги. Сколько стоит? Стоит примерно от 15 до 35 долларов в день. Можно, можно уцеплить своими силами. Сделать это опять все там втихаря. Тогда, пожалуйста, можете сделать, можете изменить полы, можете сделать какие-то уцеплитель между стен, положить что-то на крыльчок. Официально нельзя делать то, что будет видимо. Потому что в Австралии есть такой сервис, они делают аэросъемку каждые 2 недели. Если они видят, у вас какие-то изменения на крыше, если вы там что-то делаете, у вас крыше больше, или у вас там какое-то строительство, они могут прислать, что вы здесь делаете, что вы снимаете. А если не видно, этого нет. Вы растили картошку. Растили картошку. Запрещено. Австралия не Америка. Никаких проблем с семенами. Все это можете делать. Семена продаются в магазинах. Провезя провозить семена, я бы не рекомендовал. Официально семена семена провозить. Вы можете привезти, но если вам штраф такой, не стоит в Австралии ничего, там можно найти все семена. Там есть 17 лет всех растений, которые можно выращивать. Дальше пойдем. Так, идем вот так. Нет, тему можно построить. Ладно, потом. Вадим, по увольнению вопрос. Давайте это там уже, да? По увольнению, просто работаешь там, потому что пришел начальник. Он просто взял комплект, сказал, вот подумали, что-то зря вас там наняли, да, по вашему видео. И там, завтра можете выехать. Да. То есть, это, в отчете, в отчете, в отчете? У меня был футайк. Это считается не увольнением, это считается сокращением. Сокращение увольнения, это две разные вещи. Увольнение, это когда вас увольняют по вашей вене. Это вам сначала надо выбрать официальный нотис, чтобы вы нарушили, в черный второй нотис. И на третий раз, вас уже увольняется, вместо того, что вы не зарушили. Здесь идет сокращение. Сокращение могут либо сказать, заранее, скажем, за 4 месяца, если у вас работа делать больше года, если меньше года, за неделю. Что, так и так, позиция сокращается, вот, вам неделя, вы можете найти работу. Либо дело просим, укладываем неделю зарплату, в том, что с окончанием, вы можете понять, что это не так. В этом году, вы видите себя в Брестовом, в дальнейшем, в городах, скажем так, все эти планы, в дническом, в центре, но вы там на Терсии живете, как Пушкин, или такой более молодежный город? В Брестово, как сказал, более молодежный город, более среднего возраста. Когда я хожу по улицам, там, 20-40, примерно, с детьми, у которых, там, маленькие там, на подлозке, то есть там. Если ехать чуть дальше близко, то куда-то побережье, а что-то близко, там, больше живут пенсионеры. В основном, австралийские, они работают, прорабатывают себе пенсию, а потом уезжают туда, куда-то побережь, либо кто-то уезжает на Барию, просто живет, уезжает в Тайланд, то это только при условии, что они сами себе заработают. Если они получают австралийскую пенсию, они говорят, что своих денег нет, но австралийскую пенсию можно брать, и только при Австралии. И выезжать туда, они могут как-то путешествия. Или да. Кстати, да, ребят, если кто-то уезжает, давайте задавайте вопросы. Смотря где. Если вы живете в центре города, у вас есть автобус, у вас есть поезда, вы можете все добраться. Если вы живете далеко, поезда, не поезда, автобусы ходят вот так, очень удобно, очень удобно, очень весело. А автобусы, да, в городе, но город это опять, это центр, это секведи, это буквально 2 на 2 километра. Это весь город. Как сложно знать права водительства? Сложно знать, надо обязательно взять несколько уроков, чтобы знать местные дюансы. Как зависеть машину? Что сделать? Как пристегивать ремень? Такое действие, чтобы смотреть. Очень много мелочей. Просто так сразу, да. Надо сделать сроку именно с преподавателями, которые на это занимаются этим. Тогда сдать просто, но опять надо смотреть, чтобы не сделать ошибки. Иногда преподаватели, а те, кто ведут этот урок сам уже, сдать тест, они говорят, поверни туда, туда нельзя ее, или просто верните. А штрафы? Штрафы? Штрафы, штрафы не будут, мы давали тесты. Если штрафы приходят? Штрафы приходят, при увеличении скорости, если на камере поймают буквально на 5 километров в час, и держишь штрафы. То есть запасы уже не давали? Вот только вопрос, не права в руках. Астралии, они сами запахили в Ингенции, там, по сравнению с тем, кто-то бегает, плавает, на него сидит. Какой-то спорство? Болейбол начинал. Особенно влияние болейбола Астралии, не сомневаться. Аээ... Не скажу я, не скажу. Вот и наше... Таняф, наше... А... Болейбол начинал. В любом уголке. Подскажите, а со счетами среди каждого лица с автомобилями? Нет никаких договоров. Если вы богатый человек, может позвольте себе купить Теслу, если больше ничего не будет. Второй вопрос. А как у нас есть налоги? То есть, включен в пустырь, а не владелем приходится? Налоги у нас нет. Налоги, автомобили, значит, каждый год надо заплатить налог в разных штатах по-разному. Выслуги, включен уже от Компио. Псидея – это отдельный налог. Но все равно в сумме получается примерно одно и то же. Содержание автомобиля, грубо говоря, на все эти бумажниках, примерно 1000 долларов. От доллара сейчас 50 до доллара 60. Переводите 45 на зеркалку. Мы были в Австралии, и за месяц нашего пребывания один раз в зоне из-за третьего такого брюка не давили, и два-три раза залетали обромные тараканы. Вот у меня вопрос. А не станет вообще сетки обстановить на окна? Да. Значит, на всех домах, где есть, стоят сетки, и просто так на сякновые лица не залетят. Потому что теперь подумают, что открыли, а вот тогда залетели. Ну или есть какой-то старый дом, где есть какие-то дыры, щели-то, да, вот. А вот вы сейчас в высоком возрасте что-то? На что этаже, да. А к вам это не так или нет? Ну, я делал видео, паук залез в белом пусте. Ну, залез, залез, но вообще-то редко считается. Спасибо. Насколько актуально профессионы инженера строить тебя? Востребовано очень. Востребовано? Востребовано, да. Да, но надо, там, показать слогу, что ты в этом месте. Возможно, придется поучиться. Сделать, как бы, небольшое, я как бы называю. Как прецизию там. Как бы понизить свои ожидания. Поработать на более низкой позициях. Но строительства в Австралии очень много. Сейчас я хочу участвовать. А вот и зарплату. Без опыта работа у нас не дойдет. Насколько я знаю, минимальный опыт заработки должен быть хотя бы попал. Ну, а что тут есть? Даже по житейски, без опыта работы, в австралии очень большая конкуренция. Вы приедете и будете искать детей в месяц. Насколько вас с вами? Я слышал, что в австралии есть одна ладера. Громче, пожалуйста, вопросы. Кремом мажутся, допустим, строители, люди, которые работают постоянно на улице, там без крем никуда. Озоновая дыра, она периодически появляется, то зарастает. И в данный момент в Австралии нет никакой зоновой дыры. Она есть часть дыры на Новой Зеландии. Здесь дело не в озоновой дыре, здесь дело в том, что Австралия находится на таких широтах, то есть просто активный солнце. Если в Австралии, допустим, в той же сетей, сетей перенести в северный полушарий, это будет Южная Египта. Ну скажем, в Южной Египте все будет просто активный, а если взять ближе, он еще ближе, а если взять крем, это уже ближе вообще к экватору. То есть, ну, чисто по логике, солнце очень жарко. Больше у тебя солнце, фактически, синий. Без крема, ну, если на улице нужно находиться, лучше, конечно, у нас. По бизнес-свези написался нам приятный студент. Если интересно, в связи с Алексеем, в том, как раз, он токен, как с матерью, с детством, такой, как раз, которые приехали, в поле месяца, примерно, с 100 тысяч, 2-х миллионов, 50 миллионов рублей. То есть, он расскажет, как ты это сделал. В основном, это, в основном, это просто мастерство. Потому что бизнес в Австралии, это... Многие, многие, знаешь, спрашивают, вот можно такой бизнес, в Австралии такого бизнеса нет, вот я приеду, у меня будет все хорошо, потому что он будет уникально. Но дело в том, что такого бизнеса нет в Австралии, потому что там минусы. И люди приезжают, они просто не понимают, австралийские влияния. Австралийцы, они немного, как бы, энергию, все вот эти вот много технологий, и в большем опоздании туда в Австралии приедут. В Австралии многие вещи просто не нужны. Вот, поэтому это действительно сложно. То есть, надо немного прожить в Австралии, если бежать, чтобы помонять. В республике меньше. Меньше перепадов, чем ты видишь, как океаны, тем меньше перепадов. Тем дальше от океаны, тем больше континентальных. Пожить, у меня были планы, были планы пожить в Европе, были планы пожить в Канаде, но эти планы оказались планами. А побывать везде хорошо, жить лучше. Нет, я бы хотел просто здесь посмотреть, сравнить. По отзывам знакомых друзей, тех же американцев, которые встречают в Австралии, там совершенно другой класс, вообще не насыщенный бумажок. В Австралии? Беслажные медицинские. Беслажные медицинские. И потом, самое главное, в Австралии, самый лучший, вот этот квалифет, это, как говорится, work life. То есть, в Австралии, самый главный, этот квалифет, это семья. Если в семье что-то получилось, пожалуйста, в Америке, можно работать. Неважно, что это из семьи, я могу прокомментировать, у нас, мы были как раз в Сидне, и у нас друг, он африканец, африканец, он и в Америке пожил, сейчас живет в Сидне. Он говорит, что в Америке правят деньги, и там как раз вот эта вот, скажем так, ценность твоего статуса именно очень важна. Да. И вот сейчас живет в Сидне, он говорит, я вообще освободился от вот этих вот денег, я живу в своем родовольстве, я хочу строить свои облады, и что-то такое. Я когда общался с американцами, несколько американцев было, значит, вот когда они кто-то из Америки приезжает, у них вот, а вот я, я сделал вот это, я сделал такие-то проекты, я вот примерно в такой-то, компания из-за меня получила вот такие привыки. Вот это вот просто в крови, и австралисты там вот, не бывает, это здесь так не работает вообще. Это неправильно. И со временем я и понимаю, что в Австралии самый главный такой-то человек просто по натуре, они тоже так кто-то прыгают. Со временем они, конечно, немного так успокаиваются, становятся более так австралистами. Но поначалу, поначалу сразу видим контраст, что какие-то я бы не в Америке, какие-то в Австралии. Да. И именно поэтому в Америке я как-то не хочу жить. Вот у меня такой вопрос. Вот мы живем как бы в России, да, такой с легкой как бы ноткой паранойи, так скажем, да, то есть постоянно перепроверяем кого-то вот на работе, допустим, правильно очислить зарплату там в магазине. То есть вот доверие между людьми в Австралии больше или все равно как бы расслабляться? Доверие больше, это опять зависит от не социального статуса, а где вы работаете. Скажем, строители какие-то вот, клинеры, они, естественно, проверяют, сколько им заплатили, доплатили, не доплатили. Я скажу, что в Австралии обманывают очень мало, но все равно. Чем меньше люди получать, тем чаще они проверяют на правильном статусе. В своем случае, я скажу, я иногда месяцами даже на баланс пищевые залезаю. То есть я знаю, что у меня зарплата идет, что у меня автоматические выплаты куда-то идут, куда надо, а если что-то надо, не приходят. То есть я как бы об этом совершенно не заботюсь. Я никогда не проверяю, правильно мы начисли под Китая. Да, это, то есть остался. А как мы начисли это? То есть в Австралии все больше не доверие. И люди стараются вот это доверие не подрывать. То есть стараются не нарушать эту систему. Поэтому очень австралийцы не любят китайцев, фунгусов, не любят арабов, потому что они пытаются на этой системе как бы нагреться. А китайцы стараются доверчивые и начинают идти кофеваться. И система фактически начинает ломать. А так в Австралии еще много не доверие. То есть если кто сказался, то занимается что-то так. Допустим, на данной собеседнике у тебя ездит, он ездит. Ну все это достаточно. Даже не просто диспочек. Вопрос связанный с этим. Преступность в Австралии и в Новой Зеландии, насколько я знаю, это самые низкие. То есть по уровню преступности страны, это правда ли? Я не могу сравнить с другими странами, но преступность в Австралии, правда ли. Насчет Новой Зеландии, опять, смотря где, в окна этих каких регионах. Что такое преступность? Кого-то могут ограбить, допустим, об ночи на той же станции, остановки, у нас какие-то самолицы нет. Но это случается там раз в неделю, раз в месяц. Бывают случаи, кого-то прилежут. Бывают случаи, какие-то семейные комплекты. Но это опять, это просто капли в море, по сравнению с тем, что они классики. Но там угоны машин, воровство... Угоны машин, бывает, угоняют, но это опять смотря в каком районе. То есть это очень редко машины все застрахованы. Воровство бывает глампы. Но опять это... Проблема в том, что полиция этим подчисткой будет снимать, это вот проблема. То есть воровство, угон, полиция даже пальца пальцами, да. Если связано как с наркотиками, они будут землю копать просто как поросян. А так они знают, что машина застрахована имуществом. Ну, страховку выплачут. А там... Бывает случай, что угнали у одного парня машину, у него там остался этот, как называется, так, это на проезд по платным дорогам. Он завязает, говорит, эта машина каждый день ездит в 6 утра, но в полицию встаньте, отломите. Нет? Ну, мы попробуем. В общем, в конце концов, он получил страховой выплат. И закончил. А вот насчет машин вообще-то реально, вот сейчас в современном Сиднее передвигаться там не на машину, а на общественный транспорт. Потому что я знаю, что в Австралии, по крайней мере, там лет пять назад, вообще не было транспортных. То есть там без машин было вообще не было. Да и сейчас просто сахар. То есть такая же тема стала. Только стала проблема, что машин стало гораздо больше, стали больше охраны, операции. Но опять зависит, где живете. Если живете в центре Сиднея, где-то очень далеко от центра, машину не нужно. А там есть и автобус, там есть и бетро, сейчас там строится очень хорошая система, вместо трамвайчиков. То есть добраться можно, перелезть до ближайших предназначенных порогов. Но если вы живете где-то дальше, где-то в такой вот, называется сервер, то есть в частный центр, там будет машина очень тяжелая. А там вообще получается то же самое, что в момент, то есть есть типа даунтаун, да, и вокруг, соответственно, вот, субурбия, или как это называют, там частный трамвай. То есть находится в центре, и вокруг там большая берега. У меня вопрос был в том, что отношение к русским, что сейчас в мире идет. Я же показывал, многие говорили, что китайцы не очень, и грузов не очень, и русским более-менее. Но сейчас идет политика. Совершенно ничего это не касается. Австралийцы относятся к телевидению, даже как россияне, там полный шланг, там звонить нечего, и все, что говорят политики, абсолютно точно наоборот. Вопрос на сайте. А какой друг? Полиции, ради кого? В смысле? Есть план, а в Европе нет план. Нет, нет, нет. Такого нет. Полиция в Австралии лучше друг. Когда потерялся, полицейский у тебя помог. Вот. Половаться, полицейский подъедет, может где-то там упадут, или чуть-чуть выгодить? А, обычно так? Я в Европе нет. И я еще по-настоящему такой мысли, что полиция там вообще не заметна. Вообще не заметна. В общем, в полиции все нормально. Вот по 489-й висе есть обязательства прожить в сельской местности. Что значит сельская местность? Сельская местность – это китайский город. А как она может выглядеть? Вот то есть, российская деревня, я понимаю, в сельской местности. А в сельской местности это равно российская деревня? Залезай на любые гугл-карты, смотри любую местность, не в центр города. Панорама. Все примерно одинаково. Все примерно. Это частный сектор, дома, это фронт-яр, где машина стоит, какие-то памятники, все примерно одинаково. Не разумно. Примерно, как ты делаешь, можно ввести работу в деревню? Удалета? Брят, есть такое? А что для тебя вообще такое гугл-карты? Зачем тебе это гугл-карты? Зачем это гугл-карты? Просто, ну… У меня просто есть… У меня просто есть… Нет, я поясню, у меня тоже есть определенные обязательства перед обществом, где-то что-то там… собственные… собственные знания раздать людям, бесплатно. Вот. Вот что для тебя это? Во-первых, вы здесь. Вот есть хороший очень, знаешь, гугл-карты. Какая-то восточная улица. Когда мудрец дал одному человеку сельчику, что это такое? Что такое? Ну, сельчику, да? Ну, сельчику целый мир. Ну, когда вот… Кто-то смотрит видео, кому-то это стало интересно, кому-то это стало интересно. Кто-то переехал в Австралию, переезжает на семья, переезжает целое поколение. Дети, которые там радятся, у техники радятся у них. То есть, это подпускает целый мир. Собственно, только ради этого занимается. Там просмотры, доходы, ничего, это все. Вот вы здесь, и есть ответы. Я думаю, как отцу мы идем, очень много. И на самом деле, вот это не черное дело, оно больше нужно не мне, но больше нужно вам. Потому что, когда вы переезжаете, вот эта вот группа создается, в какой-то городах, гораздо легче выживать. Такая внутренняя потребность помогать людям? Ну и потом, творческий начало тоже есть. Интересно, с видео покопаться, со звуком, то есть, это знаешь, как вот, если есть какой-то разница, то просто, такая остановка, где-то, разница. Здесь музыка, так с видео, так с блоги, только в России. Музыка, я думаю, сейчас смотрим. Блоксерами, хозяевами встретились, и сыграли, и получались. Ребята, не надо их, но и в России очень быстро. Я его вижу вообще не смотрю. Мне тоже не смотрю, но мне только расскажут. Давай, давайте учитывайте вопросы. Ну, вот, да, что вы просто человек, да, такой, с Домомичем, например, американцы говорят более повредные, да, а вот, а вы, могут еще не более то, чтобы предповеденными, и, если так, не хватает будет, такой, что, неудуши что ли, я не знаю, который вы еще не думали. А, ура, а, хорошо. Значит, насколько австралийцы поверхностные, то есть, насколько они как люди, да? Ну да. Австралийцы, вот, есть австралийцы с американцами, мы не отличать сейчас американцев, а то есть, американцы совсем поверхностные. Австралийцы, они поверхностные, они позитивщики, но они больше все-таки говорят правду. То есть, если им что-то не нравится, они намекутся, но, к сожалению, мы ничего не понимаем. Допустим, когда говорят, откуда вы приехали, мы думаем, о, интересуетесь, на самом деле вопрос намек в том, что у вас учились на хороший язык, я бы вам это учили. То есть вот такие вот мелочи, понимаешь, и со временем только начинаешь это понимать. Или когда начальник говорит, вот в следующий раз эту работу можно было сделать немножко по-другому. Если перевести на русский язык, и что, если он здесь наделал, то без тебя большие убытки будут происходить. Вот так вот австралийский механизм. Австралийцы более прямолинейны, но они тоже любят говорить как бы за глаза. Но если у них спросишь, а что он за глазами не говорил, ну, нет, ну, в принципе, ответься, что он такой-то, такой-то, такой-то. Но это опять зависит от степени, насколько ты вружили, насколько сильно такой контакт пошел. А внешне, конечно, поверхностно, более позитивно. Я бы сказал, что это хорошо. То есть, когда вот в России приезжаешь, иногда вот такой негатив, напряжение. В Австралии такого абсолютно нет. Ну, в магазинах, везде, то есть, встречаются. Чем я могу вам помочь? Даже вчера я стою, начинаю, что на кассе стоял 12 часов, но сил никаких нет. Он все равно старается быть где-то открытым. Вот на строительстве обитаки они везде стараются найти какие-то хорошие моменты. Вопрос на курсе. По поводу магазинов, каких продуктов производят? Есть какие-то продукты, которые вам очень понравятся, как у них стараются, будут развиваться в близких? То есть, там, есть продукты, какие-то продукты, в которых мы встречаем. И вообще, как бы, ну, ценник по продуктам? Вообще, по продуктам это очень большая тема. Очень много, чего в Австралии нет. Очень много, чего в Австралии лучше. Скажем, если брать мясо, рыбу в Австралии относится гораздо лучше. То есть, австралийская говядина, наморная говядина. Так же, как бы, яйцерок. Очень много мяса. Вот. Рыба очень хорошая, опять. То есть, рыба не мороженая. А это такая? А что, ну, любите морская. Умир, любите. Есть дешевая рыба, но она и делает красная рыба. Какие-то старые. То есть, рыба классная. Вот. Что касается, значит, овощей. Овощи, фрукты нормальные, но многие фрукты я просто классирую. Вот я за четырнадцатый раз в белочках яблочек яблочек. Многие сорта яблок. Они просто, ну, чертый породин. Такой шум, чертый. Ну, и, конечно, вкусный, сладкий, ароматный, но это не удобно. Там нет смородины, там нет кружок. Там нет вот таких вот яблок. Туглика там большая. Есть она импортная, она маска. Есть она австралийская. Ну, чтобы были. Самые лучшие овощи, фрукты, съезжать куда-то на ферму, есть такой сервис, что ты съезжаешь, плачешься в ход, собираешь, живешь сколько тебе лет. И с собой все может быть в вашу жизнь. Есть, которые ты просто забираешь, есть мужчина с собой. Там, по каждому, самый лучший выбор. Есть многие, многие, как бы, оржи, которые, ну, в австралии, в австралии, в австралии, которые не разные. Но зато есть фрукты, те же манки, те же, я не знаю, авокадо. Есть арземии. Да, есть арземии, которые не манки, все равно манки. в австралии, в австралии, все очень много путешествуют по миру. А кто-то говорит, что, например, в Европу они не ездят, а больше ездят на... куда ездят? Ростова, которые рядом. А ваше мнение, какое? Австралии часто ездят в Европу? То есть, два раза в Солнце или там... Как это вообще? В Европу ездят европейцы. Когда я работал с итальянцами, они раз в год обязательно уезжают куда-то к своим родным. Там это Италия, Испания, Греция. То есть, те, кто приехали из Европы, есть какие-то связи с Англией, с Европой, они очень часто ездят. Сами австралии, они любят иногда просто проехаться, посмотреть, слетать в Штаты, посмотреть на Эмилу-башню, слетать в Испанию, и посмотреть на Эмилу-башню. Просто, чтобы поставить галочку, что я там был. А больше отдыхают австралийцы, предпочитают на местных островах, потому что это дешевле, это те же фельдши, но на фельдши сделают просто лешище, и на Солнце-башнюю. А также в Новой Зеландии австралийцы сейчас в Ростове стали летать. Или очень многие летают в Валют. Валют, потому что, в принципе, Таиланд, там гораздо чище и как бы дешевле. Некоторые австралийцы особенно сперта не долетают просто на выход. в пятницу вечера, в двух недель. Закрыт. Многие, вообще, переезжают. Австралийцы вообще любят путешествовать, потому что австралийский паспорт 167-168 стран открывает, смотри, все границы. Австралийцы, ну, довольно обеспеченные люди, а не могут путешествовать. Очень много в последнее время в круизы набираются. И не то, что в каких-то местных астровах. Мариеры, круизы, патрульзи, корейки, в другом городе. Вы видите, на самом деле, это большое количество пенсионеров австралийцев. Это вообще с ума сойти. Очень много. Да, да. Типичный австралийский круг, если скажем, в десятилетней давности это один пенсионер. Но сейчас большая компания сделает больше как для молодежи. Молодежь среднего возраста. А для этого пенсионеров. Вообще он заметил, что люди из обеспеченных стран типа Америка, Австралия они почему-то свою страну вообще не уезжают. Они путешествуют через свои страны и почему-то, как бы, Европа, зачем? Американцы, да. Американцы считают, что Америка, а в Американстве понятно ничего. Австралийцы по натуре не очень любознательны. Интересное все. Вот иммигрант приехал, а вы откуда? Вот сколько я попадал в Аткуль? Я с Россией. О, а у меня там бабушка, которая знакома с Россией. То есть они тут начинают какие-то связи, какие-то нити сразу искать. То есть они подозревают Аватку, да? А я вот туда вот запустил, а я в Петербург хочу съездить. Что мне там присматривать? Ну, у них, мне кажется, больше интересов там связаны с земным. Покушать, поесть, полежать, поспать, чем культура какая-то. Нет, 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 нет. Покушать, полежать, дышать, точно не поспать. Австралийцы встают очень рано. Очень многие компании начинают работать. Вот я в компании, которая работает до 5 утра до 6 часов. Сколько работают? Ну, кто-то, кто хочет работать с 5 утра до 6 вечера, зарабатывает очень хорошо. Кто не хочет работать, могут работать с 5 до 3, до пол, до пол. То есть по-разному. А большинство, особенно таких рабочих специальностей начинают в 5 или 6. Строители в 5 начинают. Так что австралийцы, что они лентяне, не скажут. На диване они сидят не люди. Это связано с тем, что темнеет рано? Это связано, во-первых, что гораздо лучше приехать домой пораньше, собрать ребенка, потому что иногда школа заканчивается 3 часа, гораздо лучше собрать ребенка, чем доплачивать за какие-то у нас все. А потом, после, побыть семьей, вечером после работы. И потом, успешно начинать драчь, особенно вот в таких вот жарких городах, когда с утра еще не очень жарко, ты начинаешь, и когда отпускает само ветер, то уже вечер домой. Особенно, кто работает на улице, на второй этап. Австралийцы очень любят, вообще путешествуют, и любят, и очень многие путешествуют внутри страны. Я не скажу, как про американцев, но очень много австралийцев любят свой отпуск, сесть на, как это называется, пол-энд-драйв, то есть, на такой джип, и это, куда мы, в центр Австралии, в Нью-Йорке, то есть, они не любят очень сидеть дома, они абсолютно домоседы. Даже пенсионеры, они очень часто собираются, вот там, 5-6, 8, на месте, куда мы путешествуем. А вот, в плане недвижимости, вообще, есть здания, подобные традиции, когда вот есть Катя Прыщевка, и так далее, или, в частных домах, либо это, небоскребы. Есть, есть, значит, в Австралии, как бы, есть высот, очень большой сектор, застроен, 3-4 этажа, вот такие вот дома. И, ну, 1 этаж, ну, 2 этажа, фактически, зависит от времени постройки. Вот такие вот, 3-4 этажные дома, очень много строится, 50-50 еще, да. И, чем больше дорожает земля, тем больше жилья, тем больше жилья, тем больше, технологию, сейчас, такие вот, 3-4 этажа, фактически, не строят. Установлено, ты либо строят, частные дома, 2-4 этажные, либо 2-4 этажа, по чему, понятно, понятно. Вот, вы долго уже в Австралии живете, вы, наверное, уже привыкли к океану, или вы до сих пор часто ходите на океан? Знаешь, каждый раз прихожу в океан, такой щит, как первый раз. Вот оно море. А часто находите время? Сидные, часто находились, всегда выпирались, ну, раз, две ночи, в Брестбол, потому что, здесь такая суток, собралась, в море, то еще когда-то. В океану, просто времени нет. А сами австралиицы режут, чем-то наехать в Сюиль? Нет, австралиицы любят тоже съездить, но, не только, чтобы купаться, а не выезжать на тяпу, детей вымечать, мяч покидать, в инстаграм, фотки сделать. Да, тоже не без этого. Любят вообще австралиицы, ну, не сказать, что у них вот океан, это все. У них что океан, что фарм, что ближайшая вещь, который начинает. У тебя или у твоих друзей есть какие-то близкие, действительно близкие друзья из неевропейских культур, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, с австралийцами, не важно, с Россией, с Россией, с Россией, с Россией. Когда я только начинал, у меня были хорошие отношения с этим, но с точки зрения, с точки зрения, а потом, я уже в другую компанию, обучил отношения, как с тебя. Но все равно отношения с нашими, они непонятно, с точки зрения, с места немножко сходят куда-то, в папку сидеть, поиграть, по интересам, что-то, но так и тут близкие, в принципе, что-то, именно поэтому, вот без наших, да? У меня такой вопрос, вот у нас в России говорят, строгой законом, уменьшается их обязательное выполнение, да? А вот в Австралии, как вы скажете, вам, что это? То есть если, допустим, нет камер, или штрафы маленькие, то есть австралийцы, они соблюдаются правила, ну, то есть, более пизантичными, или так же, как у нас? Не соблюдают. Если не штрафуют, то, значит, сделайте без обучения. В Австралии, ну, как бы ты сказал, правило такое, common sense, то есть авторитетики гонят, что же, если камер нет, и они могут там приспорить на 20-30 метров больше, но, опять же, это не в жилой дом, то есть, если они знают, что где-то могут быть, кто-то может быть, то есть, они могут быть, аккуратно. Вам такие правила, типа мусора, какой у вас есть? Ну, знаешь, зависит, зависит тоже, наверное, от района, от самих людей. Есть и в ветрах районах, там люди могут закупиться бакдон, и создать, люди просто едят. в хороших районах, в хороших районах, люди увидят, что валяется, так же сами берут, по-разному, по-разному. Зависит, опять, от самого культуры. Где-то, в районе, в острове, очень богатых районах. Что касается правил, знаешь, что правила описаны для всех. Если есть камера, то есть, есть камера. Перед камерой притормозили. Там, если есть ограничение 110, ну, если 120-125. Перед камеру притормозили, камеру проекта, ну, опять же, сколько, опять, поехали дальше. Поймают, ну, поймают, значит, следовать. То есть, ну, страну австралийцы стараются как-то такого особо сильно не нарушать. Они никогда не нарушат правила, когда они явно видят, что это может какого-то недель. Вот. Потому что, если такое случится, то австралийцы успехно разбирайтесь, но, нет, они делают это не из-за боязни какого-то, какого-то преследования, потому что они могут просто какого-то человеку нести вред. Старайтесь. Я могу прокомментировать, мы ехали из Сидней в Брисбор, как раз, на машину, в струй-контроле, я себя поймал, но выяснил, что я просто стою на парковке. И я там еду. То есть, никто никого не обгоняет, никто не быстрее, не ближе, просто вот такая большая парковка. Ну, просто все едут. если едут, то все равно, когда едут на работу, и вдруг в скоростном ряду где-то 110, кто-то едет 110, но мы еще полегали, ну, что ты едешь 110, ну, ближний, я 125 еду. Такое тоже случается. То есть, в Сундрайве, все понимают, что ты торопишься на работу, на работу, но в жилых таких кварталах есть вполне, что все не справились, ну, так, ничего. Если транса, то если ты даже будешь там, будешь там, будешь там, где-то 150 еду, ну, ты будешь вообще дураком, там, да, я по обочине, я просто перепутал, нас с левого, нас с правого, я не знаю. По факту, ты круиз-контроль включил, все вокруг, и ты елешь на парковку. Ну, даже неофициально, полиция, превышение. В некоторых странах гриль возле дома запрещены. В острове, в некоторых странах запрещены гриль обычный. Гриль? Барбекю? Да. Кто запрещен? Нет, там грили запрещены возле дома. То есть, твой участок, в свой дом, я не имею право поставить. Все знаки, что ты делаешь. Или на балкон спортирус, он поставил, вот видите. Вы были такие случаи, когда запрещали на каких-то городах, где все ее используют? Ну, скажем так, у нас там, у нас на балконе делать все они нельзя. У нас не барбекю, то есть, это в контракте все классно, никаких барбекю, никаких, газовый, негазовый, негазовый. А в частном секторе, в принципе, можно делать грей, можно делать барбекю, это твоя территория. Бывает, иногда запрет называется пай-бан. Это очень высокая температура, особенно если ветер, то есть, запрет полностью запрет на открытый окон. Да-да-да, там запрет. есть, если это, скажем, в таком-то, доме, то есть, это не твоя территория, какая-то малая территория, это какой-то комплекс, да, и там-то своем берегу, там уже, надо смотреть, просто, какого рабочего. Ну, а в частном секторе, что ты называешь? А вот, фарк, там много где установлены, но, если, например, фарк нет, можно ли свозить? можно привозить, привозить с собой глины, как ты делаешь. Но, приведешься, там, но, когда приезжаешь, ничего нет, привозить с собой мангал, привозить с собой кугля, привозить с собой газ. Если это, как бы, не самодельная кастрюлька, то есть, это, где-то в каком-то бухарском углу. Почему бы еще? А в Каусе, там, в Каусе, там, есть, в Каусе, в Каусе, но, потому что, в Каусе, на любую рыбалку, можно иметь лицензию. То есть, если, как вы считаете, то есть, лицензия, она, 150 долларов в год, делает онлайн, присылает карточек, похожий, вот. А, в интернете, можно ловить, будет редко, но, если есть, то там, надо иметь лицензию, потому что, надо обращаться с рыбой, что, можно ловить, что, взял и все. Есть определенные правила. Значит, оружие в Австралии официально запрещено, но, можно вступить в какой-то охотничий клуб, в случае, а, тогда, если вы в клубе, как вы делаете лицензию, клуб, да, да, вы можете купить, значит, определенное ружье, можете охотиться, но, в определенный период, смотря, в основном, австралийские, какие-то там, наличие, табанов, ну, те, ну, не очень дорого, но, я здесь еще не могу, у меня знакомый охотился, таких, табанов завалил, и, да, тем более, камады считаются, это иметь животных, отстреливать надо. Так, самое главное, вот по этим вопросам, значит, иммиграции, через образование, если вы хотите ехать в Австралию, через образование, что, в принципе, официально не существует, обычно люди говорят, что я отучился, потом, находился в Австралию, я решил остаться, обычно, это программа будет так, изначально, надо выбирать те, возникаций, которые, вполне возможно, будут востребованы, после того, как они будут. Можно вымочиться на какую-то специальность, которую потом возьмут, вообще уберут на миграцию, и кому нужно это образовать, и кому нужно будет идти к вам, что вот я отучился для того, чтобы остаться, нет, отучиться для того, чтобы отучиться. Остаться это совсем другая история. Мне кажется, изначально надо уже иметь представление, на кого учиться дальше. Когда вы отучитесь, это совершенно не так проявляет на миграцию. То есть, это могут быть два балла, потом, во время учебы, ты можешь работать, с опытом, то есть, набираешь вот эти баллы, и подаешься на миграцию. А, есть, вывод, они имеют, какая же, бридж-виза, то есть, в процессе рассмотрения на миграции, ты живешь на миграции, врачи, 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 ну, это опять официально, то есть образование в миграции, вот сейчас, здесь что-то не спастет, но просто. А если в целом цели получить какое-то австралийское образование, потому что оно фактируется в самой Австралии лучше, чем любое российское, то есть, что тут нет, ну, как лучше вообще сделать, получить биармки, там, кстати, русице, например, Например, мы работаем в Москве. На СЭК. Что Вы думаете? Действительно образование, отрасль культуре, где это лучше? Ну, конечно, вы с ним, пожалуйста, и не могу. ТЭК, это система, КОМИ. ТЭК, это самые лучшие системы. ТЭК, это система на разное. Разборка по всей Австралии, это разводит технику. Цены добрались в третьем дешевле техникум в университете, После каждого года дают свой сертификат. Один будет 51, два будет 52. Максимум, это 4 года обучения. Сертификат 4, это Росалавс. То есть ты уже учиться не дешевле, учиться в воле телесной степени. Я могу сказать, что у нас моя продава с 70 баллами. Это очень много. То есть 1 год, там еще 7-5. И бутсмайли я только туда, что не рассматриваю. Не рассматриваю. Не рассматриваю. А у тебя IT? IT я продала себе. И функциональный запас, который бутсмайли котируется, не рассматриваю. Просто не отвечаю. Один из вопросов. Можно я как-то встать, но все австралийцы, с кем я напрямую общаюсь. Ну, все, кто вообще не пишет. Потому что ты мне черную метку поставил. И когда твое объект посмотрел, они вообще как-то встали. И поэтому я взял российский активитет. Наоборот, ты как-то здесь спрашиваешь. Так сильно интересуюсь, что с тобой разговаривают. А там есть, ты спрашиваешь, что их как-то занозы в этом месте. Да, а что-то что-то не такое. А еще есть вопрос. У меня как вообще происходит поиск? Я вообще не обозрелся. Потому что, например, в страну Астанады, кто приезжал, там кто-то познакомился. Как-то, какая-нибудь рекомендация. Как-то типа Австралии. В Австралии, это все-таки. Если вы приходите, то я готов к вам один, но вы можете все вместе с вами работать. Знаете, вот запомните вот эту встречу, да? Вот кто сюда пришел. Возможно, через год или через два, многие из вас также будут сидеть в Сиднее, в Присподне, в Бельгуте. Ребят, не теряйте вот эти связи. Потому что, когда человек приезжает один, вот я честно себя поймал на мысль, что если бы я приехал и я был один без друзей, возможно, через два или три года я бы захотел вернуться обратно или уехать куда-то дальше. В другом обществе жить непросто. Среди местных вы можете найти друзей, но все равно вы будете помнить, что у вас осталось. Вам несколько будет поговорить о вашей должности, несколько будет поговорить о школе. То есть, ну, совершенно разные культуры. Но, когда вы приезжаете, как вот одной большой группой, когда у вас есть знакомые, друзья, нам повезло, мы приехали, как правило, в местных силах. И вот мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения, даже несмотря на то, что мы приехали в жилом городе. То есть, вот именно вот наша вот эта вот дружная комьюнити, она дает очень большой стимул, чтобы вот круглые минуты не бросить и все не возвратиться. Благодаря вам, она разница. Благодаря вам, на самом деле. Если бы вы не смотрели, я бы не делал никаких видео. И вот, когда мы приехали, приехали буквально в Присподне. Ну, как же вот приедем в Присподне, там никого не знают. А мы приехали, там сразу ребята, хоп, собрались. У нас тут такая насыщенная жизнь, что у нас тут фактически нет уже семейных дней. То есть, куда-то либо в горы, либо на пляже, либо куда-то. То есть, кто-то куда-то идет, кто-то что-то делает. То есть, вот именно вот это вот дружное сообщение. Вот нельзя терять это самое дорогое, а здесь вам нравится.